Всем добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Ольга и вы находитесь на моем канале о рукоделии. Сегодня я решила заснять для вас небольшую болталку. Это будет тег. И тег будет не мною сочиненный. Просто захотелось посидеть, поболтать. Я даже не читала вопросы. Я так делаю не всегда, но в этот раз вот так решила. Сначала засниму, а потом посмотрю, как же отвечали девочки на эти вопросы. И у меня появится такое, знаете, ну приятное времяпрепровождение. Сама повяжу, вас развлеку, а потом еще и буду слушать ответы других блогеров. Итак, что это за тег? Тег, вот автор тега, лилия и рукоделия, время вдохновения. И значит тег называется универсальная креативная вязальщица. Итак, здесь у нас с вами получается 17 вопросов. И на эти вопросы я сейчас потихонечку буду отвечать. При этом вязать я буду свой бактус, который у меня идет в рамках моей собственной игры. У меня идут 13 стартов. Ну, по крайней мере, я запланировала 13 проектов. А сколько же будет стартов, я пока не знаю. И этот старт для меня тогда выбрали вы. А в целом выбирает рулетка. Если вам интересно, проходите во влоге. И там практически в каждом влоге я кручу рулетку, выбирая новый процесс. Итак, давайте же начнем отвечать на вопросы тега. Так, итак, вы универсальная вязальщица? Хороший вопрос. Универсальная. Что такое универсальная? То есть, вяжет все подряд, вяжет спицами все подряд, вяжет крючком, вяжет на... На чем еще у нас там вяжут? Есть тунисский крючок. Если речь идет об этом, то нет. Нет, я не универсальная. Хотя, если мы посмотрим... Так вот... Некоторое время назад я вязала крючком. То есть, у меня есть крючковые процессы. И сейчас у меня в сохраненных есть крючковые какие-то схемки, которые мне бы очень хотелось реализовать. Просто вспомнить крючок в моих руках. Я брала небольшой китайский тунисский крючок. Попробовала эту технику, поняла, что не мое. Но этим крючком очень удобно поднимать петельки с кромочных. То есть, я его оставляю у себя в работе. Он мне пригодится обязательно. Но вот не мое. Ну, по крайней мере, сейчас я его не полюбила. Я вот так вот скажу. Что будет дальше, я не знаю. Если мы говорим о вещах, которые я вяжу, здесь я тоже не могу сказать, что я универсальная. То есть, купальники, например, вязать мне неинтересно. Я не вяжу то, что мне неинтересно. То есть, платье вязать мне не особо интересно. Но хотя такая мечта у меня есть. Связать себе платье. Быть может, даже два. Я каждый раз порываюсь это сделать. И меня что-то останавливает. Меня не останавливает объем работы ни в коем случае. Меня останавливает сам процесс. И процесс того, что буду ли я это носить. Для меня вот это вот самый главный вопрос. Потому что все, что я делаю, все, что я вяжу, мне кажется, должно в конечном итоге, когда получается готовый результат, быть настолько мне по душе, что мне жалко будет его дарить, отдавать или продавать. То есть, вещь должна получиться на выходе вот такой. Если этого не получается, то значит, что-то пошло не так. А в принципе, в целом, я не считаю себя универсалом ни в коем случае. Потому что, ну да, есть вещи, которые мне не нравится вязать. Перчатки мне не нравится вязать. Хотя я поняла, что я делать это умею. И даже, мне кажется, у меня получилось неплохо. Но, тем не менее, мне вязать их не нравится. Дальше. Давайте пойдем дальше. Второе. Сколько техник вязания вы знаете? Какие могут быть техники вязания? Тут тоже, да, можно рассуждать про техники. Ну, к примеру, если мы говорим о плечевых изделиях, то вязание сверху вниз, снизу вверх. Вязание кокетки круглой. Хотя я с этим борюсь. Но все-таки у меня что-то да получается. Вязание регланом сверху. Снизу я не люблю. Я не понимаю этот метод вязания. Для меня он, ну вот, весьма странный. Зачем вязать реглан снизу, если можно связать его сверху? Я не вижу преимуществ этого вязания. Соответственно, не вижу. И не владею этой техникой. Вязание недавно показывала у себя на канале. Бесшовное вязание сверху вниз. Имитация сшивного изделия. Без единого шва. Если вам интересно, обязательно проходите. Смотрите. Мастер-класс был совсем недавно. Ну, достаточно, на мой взгляд, еще не избитая тема. У меня тоже спрашивали, зачем же вы вяжете так, если можно связать снизу? Все дело в том, что я очень люблю в процессе вязания примерку, да, примерять. То есть, дошла до проймы, сформировала подрезы, примерила, посмотрела, как это, что это. И поэтому для меня эта техника наиболее интересна, наиболее актуальна. И так же можно вписать туда любой узор. Ну, стоит, конечно, немножечко подумать, да, и все-все получится. Какими еще техниками? Разные косы, ораны, в том числе различные японские ажуры, да, мне кажется, все можно. Тем более сейчас, в эпоху Ютуба, да, ну, и вообще в эпоху технологий информационных, где только нет информации. Главное знать, где искать. Телеграм, прекрасный канал, да, там можно найти массу полезной информации. Инстаграм, мини-уроки, которые бывают, ну, весьма и весьма интересны, полезны, и не надо смотреть многоминутные видео на Ютубе. Поэтому каждый выбирает сам для себя площадку, учится. Я вообще считаю, что учиться надо постоянно. То есть, если ты что-то увидел, запомнил, сделай себе закладочку, пересмотри. Знаете, как я делаю? В Инстаграм я чаще всего делаю закладки, потом раз в месяц чищу эти закладки, пересматривая мини-уроки, какие-то узоры, то, что мне понравилось и уже разонравилось. Ну, то есть, вот у меня такое бывает. Я считаю, что это правильно. Во-первых, нужно сохранять, и, во-вторых, нужно чистить свои вот эти хотелки, потому что, ну, смысл засорять память, если оно уже вот разонравилось. Но это развивает, опять же, наше мышление, да, какую-то творческую жилку, потому что не факт, что мы повторим петельку в петельку, и, быть может, мы просто вдохновимся на вязание какого-либо изделия. Техник много, нужно просто... просто-напросто всегда быть, знаете, держать руку на пульсе. Так, следующий вопрос. Какие техники вы пробовали? Я пробую на самом деле все. Все, что мне нравится, все, что я увидела, для того, чтобы понять, нужно оно мне, не нужно, нравится, не нравится. Ну, конечно же, я чаще всего возвращаюсь к своей лицевой глади и к спицам, ну, потому что это ближе, это чаще всего это смотрится более фабричным, более современным, поэтому, да. И вот как раз-таки следующий вопрос звучал, каким инструментом любите вязать спицами? При всем при этом я люблю вязать и металлическими, и деревянными спицами, и дорогими, и дешевыми, и разными абсолютно, очень многие. Вы знаете, когда я пошла на YouTube, так получилось, что я, конечно же, многое чего не знала, к примеру, разного рода инструменты, и не пробовала. Я себе заказала тогда спицы Ади, они для меня были дорогими, но потом, смотря на девочек на YouTube, они очень хвалили спицы Чиагу и говорили, что лучше этих спиц нет ничего. Я себе заказала и поняла, что, ну, невелика разница на самом деле, и главное, не то, на чем ты вяжешь, а как ты вяжешь. То есть, под каждую пряжу нужно подбирать спицы. Например, вот эти спицы, они разъемные, рифленые, Ади клик, вот эти, да, они не под всю пряжу подходят. Вот этот разъем, он цепляет многие пряжи. Вот эту пряжу абсолютно не цепляет. Видите, как я могу играть полотном и спокойно себе вязать. И очень легко вяжется, сами вяжут. То есть, инструмент мой, это однозначно спицы, но какие спицы, зависит от пряжи, от проекта. Никогда не могу сказать точно, на каких спицах я буду вязать. Благо, теперь их у меня очень много, очень, на мой взгляд, очень. Вот. Хочу ли я новый набор? Наверное, набор нет, а вот попробовать, да, или для красоты, для эстетики. Но вот чисто физически у меня потребности в новых инструментах сейчас нет. Огромное всем спасибо тем, кто дарил мне эти инструменты, и они у меня теперь есть в избытке. Так что я могу себе завести 13 процессов и даже не думать о том, что мне не хватит, например, спиц. Хотя, все может быть. Люблю вязать на спицах номер 3, 3, 25, 3, 5, ну, вот на таких. Ну, бывает, что вот на четверке, например, вяжу, почему бы нет, тут пряжа такая, что требует не меньше четверки. Но, когда слишком толстые спицы, это утомительно для меня, и кажется, что я сейчас так быстро свяжу процесс, а у меня не стоит задачи довязать изделие быстро. У меня, у меня стоит задача насладиться процессом в первую очередь. Следующий вопрос. Каких производителей пряжи вы любите и какие хотите попробовать? Ну, в данном случае я всегда говорю, что я всеядна, то есть, я готова попробовать все что угодно. Хочу, обычно, знаете, очень спонтанная покупка какая-то, какая-то смесовка, что-то интересное, что-то фактурное, что-то необычное, чтобы был необычный цвет, то есть, у меня нет конкретного производителя, которого бы я любила. У меня есть производитель, к которому я отношусь так, вот, в последнюю очередь бы взяла, и это самый крупный производитель, самый известный у нас в России, это фирма Ализе. Хотя, я из нее тоже вяжу спокойно, ровно, но вот она мне почему-то не очень нравится. Из всех турецких производителей, именно этот производитель, как-то вот он, как-то мимо, вот, мимо меня. Не знаю, почему у меня такое предвзятое отношение. Ну, например, к Фибра Натура очень хорошо отношусь, очень хорошо отношусь к фирме Газал, прям, вообще, очень много у меня там любимчиков есть. Вот. Из дорогих фирм, я считаю, что необоснованно, чаще всего, необоснованно дорогая цена. Понятно, что везется из-за границы, понятно, что это бренд, что за бренд тоже нужно платить, это все понятно, но все равно бывает, что среди наших российских производителей, даже той же фирмы Камтекс, я в этом году сделала много открытий для себя относительно данной фирмы, да, что у них очень даже приличные есть артикулы, в особенности летних составов, но и не только, там тоже есть люксовая пряжа, как оказалось, поэтому у меня нет такого, что я так, знаете, как-то скептически отношусь к тому или иному производителю. Я могу скептически относиться к той или иной пряже, это да, но только попробовав, опять же, я не, обычно не смотрю на мнение других людей, но, конечно, прислушиваюсь, например, если говорят, подсаживается, подскакивает, не держит резинку, обратите внимание на стирку, вот на такие советы я всегда так галочку себе ставлю, что вот, сюрпризом будет, но всегда пробую сама, если мне что-то уж прям любо, любо дорого посмотреть. Следующий вопрос, вы нашли свой стиль или вы вяжете только по МК? Как вы знаете, по мастер-классам я не могу сказать, что не вяжу совсем, я, конечно, я, например, связала, когда училась только вязать реглан, вообще понимать росток и все, все составляющие вязания сверху вниз, я училась у Светланы Коломеец, при всем при этом по бесплатному мастер-классу маршмеллоу. Если его проанализировать, вот этот мастер-класс, да, и для себя уяснить ключевые моменты, то все, пожалуйста, все есть там, вот именно оттуда я получила понимание, я связала по мастер-классу два джемпера и получила понимание, то есть я не просто попетельно с ней связала, я попыталась уяснить ее логику, зачем она так делает, и она там уже тогда, по тем временам уже вывязывала углубления по спинке, когда все вязали ровно и разворачивались только по рукавам, да, делали развороты, а она уже тогда вязала обратно поворотными рядами сначала одно плечо, потом второе плечо, потом объединялась и уже вязала обычный вот этот росток. Я тогда думала, зачем так все сложно, а оказалось посадка намного лучше. Это теперь мы все такие ученые, почти все вяжем росток с углублением и по спине в том числе. поэтому не могу сказать, что совсем не вязала, но в настоящее время у меня есть несколько описаний, которые мне бы хотелось все-таки по описаниям хотя бы начать вязать, да, чтобы принцип понять, как там вяжутся там изделия непростые с шивной молнией, с красивым воротником и есть интересное весьма какое-то там изделие у меня еще с так, а чье же это описание? с рукавами лампасами, знаете, по всему рукаву я не помню, чье это описание я как-то комбо покупала, знаете, вот то же самое вышивальщицы покупают схемы их складируют авторские схемы а я купила описание потому что оно было комбо потому что это было ну там пять описаний наверное зачем я это сделала можно было купить только то, что мне нужно немножечко переплатив на скидках да, ну вот сглупила и большей части мне этих описаний не надо там была шапка что-то еще то есть я эти описания даже себе не сохраняла то есть сохранила только вот те которые мне были интересны вот так свой стиль а вот вы мне скажите дорогие зрители есть у меня свой стиль вязания я отличаюсь от других блогеров или нет потому что мне кажется я хаотично бросаюсь в ум с головой просто когда мне вот знаете вот просто захотела и села и начала вязать вот увидела видоизменила захотела села начала вязать если у меня какая-то вот своя фишка есть ли мой стиль можно ли меня узнать по моим вязаным стилям я не знаю мне кажется я как новостная лента что увидела поинтереснее да и модернизировала под себя и собственно говоря вяжу ну не знаю сказать не могу мне мне не видно мой стиль какую пряжу вы не любите и почему могу сказать что не люблю я пряжу стопроцентный российский акрил я на самом деле иностранного акрила не пробовала может быть он там какой-то супер-пупер имеет место быть но вот наши стопроцентные акрилы и даже 80% акрил 20 шерсти я не люблю я не люблю пряжу велюровую абсолютно мне даром не надо вот даже если бы мне предложили и сказали Олю вот бобинка велюра я бы сказала нет нет что вы что вы мне не надо прошлый век не хочу не буду отдайте кому надо мне не надо то есть даже вот за даром я попробовала мне не понравилось нет почему не люблю потому что во-первых как бы то ни было велюр должен быть на звонких тонких худых очень-очень молодых девчонках с какими-нибудь знаете безобразными джинсами и чтобы это смотрелось ляписто но стильно и не люблю его за ну я просто столкнулась с моментом ВТО в велюре может быть мне не повезло может я что-то сделала не так я не знаю но эту кашицу которую я достала мне вот вот правда вот просто даром не надо так дальше если вы захотите научиться новой технике вязания где будете учиться у подружки или на ютубе а я новым техникам учусь постоянно при всем при этом бывает так что мне достаточно просто посмотреть на вязание например я мастер-классы не люблю смотреть если только прямо очень-очень что-то интересное и то перелистываю тот момент где мне вот именно нужен этот кусочек а в принципе мне очень нравится канал Оли Северное вязание она очень часто вяжет по описаниям и в силу того что она во влоге рассказывает о том что она вяжет видно как это связано видно связано это сверху вниз снизу вверх видны где она делает убавки вот прям можно знаете на стопе посмотреть ее видео и все можно вдохновившись просто связать она еще бывает делает пометочки ремарочки по по описаниям что ей нравится что не нравится чтобы она видоизменила и вот мне этого вполне достаточно то есть даже в процессе просто просмотра видеороликов на том же самом ютубе в том плане что развлекательного больше жанра ведь во влогах поучительного это обычно очень мало мне этого вполне достаточно для вдохновения для понимания новой техники вязания и собственно вперед из песни если родилась идея если появилось вдохновение вот я люблю таких блогеров которые знаете вот в процессе рассказа они да в процессе повествования о своем вязании показывая свой именно незаконченный вариант изделия рассказывают о своих ошибках о том как хорошо у них что-то получилось я это мотаю на ос запоминаю и вот так учусь по крупицам то есть меня меня вообще не привлекают курсы для меня это слишком сложно муторно лично для меня я не как сказать никого не призываю да ведь каждому свое кому-то хочется сесть прочитать книжку и стать сразу гением а кому-то надо приходить к каждой главе своей дорогой вот я из той серии которая приходит к каждой главе обучающей своей дорогой то есть через дебри массово получить информацию на курсах для меня это слишком сложно то есть я на практике это не применю а значит это деньги потраченные в пустую ну вот это лично для меня даже если я свяжу образцы даже если я отработаю технику меня это будет раздражать потому что это не на это не на большом полотне сразу да на маленьком образце ну то есть я вообще не люблю вязать образцы поэтому для меня это ну правда вот очень утомительно как я поняла и сделала вывод поэтому учусь я по крупицам бывает в инстаграм очень интересные попадаются в рекомендациях небольшие зарисовки я не могу сказать что это мастер-класс это действительно какие-то совершенно небольшие маленькие миниатюрные зарисовки видео зарисовки по вязанию например мне нравится страница в инстаграм маму Людмила из Израиля я думаю вы все ее знаете она у нее есть и курс да полный курс там арифметика вязания курсы по каким-то изделиям вроде есть я даже вот не знаю наименование этих курсов не потому что для меня это дорого потому что я понимаю что я не хочу так обучаться а вот подсмотреть за ней она иногда делится интересными нюансами своих изделий вот совершенно небольшими лайфхаками как провязать ту или иную петлю как соединить все то или иное полотно и вот эти вот моменты маленькие небольшие они мне очень хорошо заходят я их запоминаю и мне нравится их потом применять то есть я знаю где подсмотреть у меня визуальная да вот картинка памяти очень хорошая а так нет то есть это это лично мои опять же я повторюсь это лично мои тараканы вот но каждому свое кому-то нужно чтобы его обучили вот и до получить диплом и вперед и вперед из песни а мне вот мне вот по крупицам надо так дальше любите ли вы миксовать разные виды пряжи ваш опыт как оказалось я люблю миксовать разные виды пряжи их благо у меня теперь пряжи очень много в особенности я люблю миксовать остатки и вязать из остатка и совсем недавно у меня родился джемпер спорт шик я вам ставлю здесь фотографию как он выглядит мне он очень нравится хотя я его еще ни разу не выгуливала потому что погода не позволяет но сам процесс миксования мне очень нравится конечно иногда получается ну просто бомбические вещи так же как и жилет сияние севера по-моему у меня даже обзор есть на него прям очень очень мне понравилось там тоже смиксовать пряжу и получился вот прям ну вот то что мне нравится то что я хочу я люблю не только миксовать пряжу но и вывязывать остатки в том плане что например я вязала кардиган с интересными рукавами именно эти рукава и из-за этих рукавов все и случилась вся заварушка вот именно если про миксы да нравится нравится миксовать остатки вывязывали ли вы бисер бусины в пряжу изделия да если помните я ввязывала бусины я ввязывала пайетки помните черные я вам показывал на изделии розовом своем там вообще пайетки на нить нанизывала и вязывала у меня потому что не было королевских пайеток а они тогда были только дорогие китайские еще на тот момент вроде не было или только появлялись вот а еще я нанизывала бусины мне дарили бусины не бусины бисер крупный чешский бисер и я ввязывала прям тоненьким крючком ввязывала эти бисеринки в носки и носки подарила вот но фотографию ставлюсь она у меня осталась следующий вопрос пробовали ли вы вязать из ленточной пряжи ленточная пряжа она бывает разная бывает широкая ленточка бывает узкая бывает приплюснутая не лента как она называется когда пряжа идет трубой и приплюснута вот из такой пробовала вязать мне очень понравилось прям очень очень получается полотно такое неровное такое знаете слегка оляпистая но в этом и есть шарм этой пряжи ну пряжа пряжа рознь нужно конечно смотреть щупать смотреть я вязала из ленточного хлопка мне понравилось что любите вязать плед детские изделия носочки шапочки или плечевые изделия отважитесь на большое изделие люблю вязать очень носочки прям каждый месяц по несколько пар люблю вязать плечевые изделия люблю вязать свитера джемпера отважилась ли на большое изделие смотря что под этим подразумевает недавно связала кардиган маме достаточно большое вижу свитера мужу 52 размера достаточно большие и вот сейчас вижу себе черное платье спортивное черное платье посмотрим что из этого получится я пока честно не знаю у меня просто с понятием платье какие-то проблемы также как и с понятием круглая кокетка вот поэтому ну как я и говорю это мои тараканы по вязанию вот дальше 13 вопрос как вы относитесь к вязанию в общественном месте или вяжите только дома преимущественно я вижу только дома я вижу в машине мне так комфортно мне совершенно в моем вязании не хочется дискомфорта а люди такие знаете ведь они любопытные до природы естественно же интересно же посмотреть что же там она там делает ха-ха ну почему ха-ха вяжет только бабушки или вяжет не только бабушки а самое любопытно и любопытно еще и спросят почему да когда зачем ну то есть мне просто некомфортно не потому что я стесняюсь или мне просто не хочется отвечать на глупые вопросы мне хочется вот если уж вязать пусть есть вязать спокойно дальше пусть дома пусть толпой люди которые ко мне приходят домой они видят меня порою связанием в руках в этом нет ничего такого а вот именно с незнакомыми людьми в общественном месте мне бы вязать не хотелось мне дискомфортно дальше пользуйтесь схемами если да то какими достаточно странный вопрос конечно пользуюсь схемами какими схемами те которые нашла в интернете те которые понравились те которые я увидел у какого-то блогера те которые я просто шла шла споткнулась нашла в журнале например были такие моменты когда совершенно простые узоры есть у меня узоры что жаккард что обычные узоры есть в книгах японские узоры в книге теперь которыми опять таки подарили огромное спасибо вот и конечно пользуюсь я их не сочиняю сама ну то есть я могу предположить как будет выглядеть тот или иной узор в ансамбле например когда нужно в носках до сделать там косу посередине обыграть ее каким-то ажуром мелким рубчиком вот это да но сами узоры чаще всего я все-таки нахожу где-то и потом собираю в один общий ансамбль но сама не придумываю нет конечно переделываете мк или строго следуете по нему ну если бы я вязала по мк то я бы переделывала бы в любом случае потому что и или пряжа не то или мое видение не то или что-то пошло не так или плотность не такая ну то есть или мои навыки вязания например я считаю что лучше чем в мк основа-то хорошая ну к примеру узор хорош до идея вязания к примеру какого-нибудь там спущенного реглан погона она хороша а вот посадка например по моим подсчетам должна быть иной я все возьму оттуда а вот посадку и расчеты и какие-то свои наработки возьму и своего опыта всегда всегда даже если я нашла какую-то интересную идею в интернете я все равно переделаю все практически под себя а идея то она прослеживается все равно видно на этой идее например тот же свитер джунка кому-то помните у меня круглая кокетка есть такая все лучшее сразу вот там тоже вдохновение я получила там но те кто варится в каша вязание они конечно же узнали откуда я черпала это вдохновение но ведь все другое абсолютно вообще не похожие изделия но вот волна прослеживается так 16 вопрос как вы создаете свое изделие вам нравится изделие в рамках мк или вы вдохновитесь в интернете творите неповторимые изделия неповторимого ничего нет я вам скажу практически все что мы видим на ю тубе в инстаграме так далее это все уже было просто нужно широко открытыми глазами посмотреть правде в глаза и все и мы найдем источник вдохновения у каждого из блогеров просто вязальщиц если конечно это не простая там не знаю лицевая гладь с какой-то техника вязания например просто реглан погоны техника вязания и лицевая гладь но что тут у кого-то там вдохновился просто умеешь вязать и все а вот если какой-то узор вписан если что-то новенькое например тот же даже шапочка петушок помните как прям выстрелила весной я вязала правда не по описанию но это было описание маликовой и я вязала по картинке но потому что мне очень очень понравилось но я знала что по описанию я связать не смогу ей не люблю сидеть высчитывать петельки подбирать плотность у меня этого не получается я я просто не умею вязать по петель ну это это и проблема и в то же самое время не проблема потому что серые вещества немножко шевелится при этом ну как то вот так я скорее вдохновляюсь повторяю ли я от и до вряд ли ну вот вряд ли но единичные случаи наверняка встречаются то есть я могу технику поменять например если человек связал снизу вверх да я свяжу сверху вниз то же самое изделие на только свяжу сверху вниз но узоры будут те же даже пряжа может быть будет тоже но вот что-то я в них все равно поменяю ну и последний вопрос который здесь есть вы универсальная креативная вязальщица размышляйте на эту тему после ответа тега универсальная креативная но креатив конечно присутствует некоторые мои вещи просто ну такие знаете парадно выходные вот я бы вот так назвала да они такие не стандартные мне просто нравится их вязать и иногда нравится их носить не всегда это не повседневные вещи в гардеробе моем очень мало вещей таких которые знаете вот классические простые которые можно купить в магазине я вот люблю этот изюм добавлять но я его стараюсь дозировать чтобы это не выглядело знаете как бабушкину скатерть на себя натянула как в детстве да и невеста вот главное чтобы вот так не выглядеть а покреативить что-то придумать что-то внедрить куда-то какой-то вот найти поиграть пряжи с фактурой с каким-то моментом внедрения узора может быть но совсем небольшого совсем чтобы он вот чтобы его было видно тем кому это надо увидеть но чтобы это не бросалось в глаза знаете не нижнее белье высвечивающие из-под ажура абажура а вот ну вот что то чтобы это было красиво но в то же самое время мне было интересно вязать хотя преимущественно да мои изделия они связаны все же больше лицевой глади но я стараюсь обыграть эту лицевую гладь какими-то деталями вот скажите мне пожалуйста видите ли вы мои детали вязание мне прям будет очень интересно услышать ваше мнение дорогие друзья именно относительно того являюсь ли я универсальной креативной вязальщицей ну и все все 17 вопросов я надеюсь что вам было интересно со мной вы повязали как собственно и я довяжу этот ряд буду монтировать видео буду выпускать на канал а вы же ко мне обязательно приходите будут новые видео будут новые процессы будут готовой работы все как всегда огромное спасибо за внимание пока пока